До начала у меня пара вопросов к аудитории для разминки. Поднимите руки, кто знает свой знак зодиака. Честно, быстро ни на что не влиять. Хорошо, спасибо. Кто не знает свой знак зодиака, здесь есть такие? Честно, не знаете? Я никогда не видел. Ну понятно, но не знаете. Хорошо. Ну вот, к слову, поднимите руки, кому это знание помогает по жизни? Хоть раз помогало. Выручилась беды или бизнес, как-то вы свой строите, какие-то дела, нет? Есть один человек, отлично. Отлично. Хорошо, поднимите руки, кто знает свою группу крови. Отлично, но меньше не все, не все. Честно, спасибо за честность. Кто знает резус-фактор? Хорошо. Кто знает группу крови, резус-фактор, аллергические реакции своих ближайших родственников? Мама, папа, дедушки, ребенка меньше. Отлично. Давайте задумаемся, как много фактов полезных мы не знаем, и как много, ну не ерунды, но каких-то вещей, которые нам пользу вряд ли принесут, мы держим в голове. А ведь, как говорил Шерлок Холмс, мой мозг – это чердак, который можно завалить барахлом, а можно полезными вещами. Ну, кратко тезис основной того, о чем я буду рассказывать, и который, стараясь осветить и выводы какие-то сделать, вот такой. Мы часто пользуемся непроверенной или заведом ложной информацией. Вот. Причем каждый из нас, даже образованные люди, мы часто переходим в грань, и какие-то вещи недостоверные мы вот все же берем на веру, скажем так. Вот. Ну, с науки. Хочется начать вообще про науку и вот псевдонауку. Ну, наука у нас. Где? Вот она, наука. Ну, наука – это здорово, на мой взгляд, вообще. Наука – это все технические достижения, это полеты в космос, это современная медицина, это продление жизни среднего возраста людей, это борьба с болезнями, с голодом, технические достижения. То есть, ну, это мы все знаем, научно-технический прогресс вот сделал нашу цивилизацию тем, чем она является сейчас. Плюс наука – это, конечно, очень интересно. То есть, вот если проследить какую-нибудь научную новость, научное открытие, какие-нибудь экзопланеты или вот там древних людей, вот вы представляете, 20 лет назад мы думали, что неандертальцы – это наши предки, предки современного человека. Потом узнали, что, оказывается, это параллельная ветвь, которая параллельно с нами жила, это параллельный вид людей. По-моему, это замечательно. А как это узнали? Взяли кости, откопали, отрыли ДНК, сумели секвенировать. То есть, это прекрасно, на мой взгляд. Ну, в то же самое время наука, она не только плюсы. То есть, у нас проблемы от научно-технического прогресса, это загрязненная экология, это вырубка лесов, изменения биосферы, необратимые какие-то уничтожения видов живых существ, это опасность ядерной войны. Это не вина ученых, наверное, либо не только их, конечно, но, скажем так, наука – это инструмент, который может нести как добро, так и зло, на самом деле. Помимо этого, наука не отвечает на все вопросы. Вернее, даже она отвечает нет на большинство вопросов. Есть ли жизнь на Марсе, мы не знаем. Есть ли инопланетяне, ну, возможно, есть, возможно, нет. Наука не дает лекарства от всех болезней пока что, по крайней мере, бессмертие, не воскрешает умерших родственников наших. Плюс наука – это очень сложно. Вот. Ну и здесь вот сложность, да, это тоже очень важный момент. Вот тяжело. Вот любую, даже научно-популярную книгу какую-то взять, все равно приходится напрягаться. Но если первый момент, который я осветил, что плюсы от науки ведут к тому, что есть разные люди, которые хотят вот в славе науки греться, при этом, ну, не делая каких-то сложных действий, а вот авторитет науки на себя тоже как одеяло перетягивать. И это вот мы как бы сталкиваемся с псевдоучеными часто, которые вот наукой не занимаются, но вот им тоже нужно внимание. То какие-то негативные факторы, связанные с научно-техническим прогрессом, они приводят к тому, что и появляется, ну, не появляется, оно всегда было, но вот альтернативный взгляд на мир, что вот давайте, ну, наука не решает наши проблемы, давайте, может быть, мы решим проблему. У науки нет ответов на все вопросы, а у кого-то они, может быть, есть. Вот. Ну и псевдонаука. Ну вот я не буду, ну, строгое вот такое научное определение псевдонауке давать, я определение, которое даю, они связаны с популяризацией науки в основном, то есть как они, в каком контексте звучат. Вот здесь я все ненаучные знания, все системы взглядов, которые не соответствуют критериям научности, методологии научной, доказательности, но, тем не менее, претендует на объективность, вот как бы здесь объединю вот узко под термином псевдонаука. А широко псевдонауку часто вот популяризаторы называют, псевдонаукой называют любые знания вообще, даже ненаучные, но которые вот претендуют на объективность. Ну и здесь коротко можно, какие вообще категории, вот с чем вы можете столкнуться в интернете, и даже образованные люди, опять же, ну вот попасться, скажем так, в ловушку. Первая категория самая простая, это ненаучные знания, я все это называю словом магия, потому что если покопаться, то любые из этих вот направлений, астрология, например, народная медицина, оккультизм, это все магия. То есть если вы верите в нумерологию, вы верите в магию, в волшебство, ну вот все читали, наверное, Гарри Поттер, вот там были маги, вот вроде мы современные люди, все хай-тек, там у всех гаджеты модные, ну вот наверняка, мало кто признается сейчас, но во что-нибудь из этого вы наверняка верили, или так или иначе как-то пользовались какими-то услугами представителей вот таких направлений. Вот лично у меня был случай, когда возникла необходимость, одна ситуация, когда нужно было выпроводить одну женщину из помещения, и два здоровых амбала отказались делать, потому что они, ну как бы им сказали, что эта женщина-колдунья. Вот, а я вот, ну мне было 20 лет, щуплый подросток, мне пришлось женщина разговаривать, давайте. Вот, так что оно сидит, все равно страх какой-то, да, ну, наверное, вы согласитесь, такую там заговоры, где-то в деревне живет какая-нибудь бабушка, которая может приворожить или отворожить, или порчу навести. Жалко, я не спросил, верите ли вы в порчу. Но, тем не менее, эти направления, они чаще всего дистанцируются от науки, и поэтому, если вы, ну, видите, астрологический прогноз, у вас все равно какая-то грань сразу проходит. Ну, вы либо в астрологии верите, либо нет, она не выдает себя за науку, чаще всего, хотя тоже не всегда. Вторая категория. А, нет, ну вот так. Ну, замечательная гифка. Я ничего не имею против эзотерических каких-то учений религиозных, то есть, опять же, вот я никогда религию не критикую как, ну, так скажем, область духовного поиска, ну, пока это область духовного поиска или какие-то этические нормы, мораль, то есть вы прокачиваете свою мораль, мораль, становитесь добрее, это здорово. Но если вам на каком-нибудь семинаре по йоге вдруг говорят, что где-то в горах живет учитель, который уже год не ест ничего, кроме солнечного света, то, ну, скорее всего, вы тратите деньги на семинаре, на этом просто зря, потому что, ну, это шарлатанство откровенное. Вторая категория. Ну, академическая псевдонаука, к сожалению, ученых развелось очень много, они все чаще всего за казенный счет живут, ну, и там, конечно же, как и в любом сообществе, социально-социуме, ну, появляются люди, которые паразитируют на, то есть там, бездельники на зарплате, скажем так. Может быть смешно, да, что вот в академических каких-то заведениях, в институтах заставляют людей писать статьи, там, чтобы для галочки была обязательно статья, естественно, ты наукой не занимаешься, у тебя просто нет времени, может быть. То есть ты ничего плохого, может быть, не хочешь сделать, но приходится писать. Каждый из вас хотя бы раз в жизни наверняка был академическим псевдоученым, но все писали дипломные работы, курсовые, рефераты, в конце концов, ну, вот. Ну, этот тип мошенничества информационного, он, наверное, наименее опасен, потому что все-таки академические псевдоученые, ну, не стремятся показывать результаты своей работы, если я написал какую-то фиктивную статью, опубликал в каком-то, ну, дурацком журнале, вроде бы научном, но совсем не рецензируемом, я не буду всем об этом рассказывать, потому что найдется рано или поздно человек, который почитает, скажет, ну, ты ерунду какую-то написал. То есть, как бы для обывателя, для нас с вами, вот, людей, незнакомых с данной наукой, ну, это как бы наименьший вред, но это вред вообще для общества, наверное, это трата деньги непонятно на что. Но с этим как-то борются, как-то не борются. Третий тип. Околонаучные мифы. То есть, каждый из вас, постоянно все сидим в интернете, часами читаем новостную ленту, листаем какие-то открытия и постоянно сталкиваемся с какими-то фактами, ну, выдаваемые за научно доказанные. Это даже не концепция, не теория, это могут быть отдельные какие-то утверждения. Ну, вот несколько я приведу, вы наверняка слышали о них. Что там у нас? Мы... Сейчас, секунду. Да, за действием 10% своего мозга. Слышали о таком? Слышали, это неправда. Дальше. Свинья – ближайший генетический родственник человека. Ну, известно, печень от свиньи пересаривали. Слышали о таком? Слышали, это неправда. Дальше что? Ну, Дарвин признавался перед смертью, что вот уже на смертном одре, как я бы заблуждался, как я был неправ. Ну, я вот читал много таких. Ну, ни в чем он не признавался, но даже если он признался, то... Ну и что дальше? Теория-то клевая, в конце концов. Ну, признался, ну, извини, не повезло. Вот. Дальше. Ну, даже в фильмах постоянно, в научно-популярных каких-то даже... 21 грамм. Вот умирает человек, в какой-то момент 21 грамм вылетает. Слышали о таком? Слышали. Ну, неправда, это понятное дело. Никаких фактов, то есть доказательной базы этого утверждения нет. Ну, ученые до сих пор не могут понять, кто строил пирамиды. Ученые понимают, кто строил пирамиды. Ученые доказали, что Бог есть. Ну, на самом деле, там нашли базон Хиггса, да, частицы Бога, но пошутил кто-то. Но это не доказательство бытия Божия. Я ничего против доказательств не имею. И вообще один замечательный религиозный деятель сказал, когда-то, если было хоть одно объективное доказательство бытия Божия, то ни одного атеиста бы не было у нас. Я с этим, наверное, соглашусь. Ну, еще несколько мифов. Сотовый телефон вызывает рак, ГМО вызывает рак, прививки убивают, спида нет, конец света наступит, ставьте дату. Я пережил уже четыре конца света, можете на меня посмотреть. Хотя я недолго жил пока что. Ну, и четвертая категория, с которой вы можете столкнуться, это самая, что ни на есть, псевдонаука. То есть это мошенники, это обманщики, которые выдают себя за ученых. То есть, как правило, такие концепции, взгляды, теории, они максимально эффективно мимикрируют, то есть выдают себя. То есть там есть регалии, там есть звания, там академики каких-то несуществующих академий. В некоторых академиях всего лишь 100 долларов, и можно стать академиком. Вы, кстати, задумайтесь, может быть, вам это пригодится. Разные направления. Нет времени, к сожалению, мне обо всем рассказывать об этом. Часто эти люди используют какие-то факты научные, но только те, которые подтверждают их концепции, встраиваются в целостную картину и игнорируют абсолютно какие-то факты, которые не встраиваются в картину. И здесь, конечно, опасность очень большая. Причем вот эти я условно четыре категории назвал. Конечно, возможно, стыковые какие-то области. Например, парапсихология. Там может быть видимость какой-то научной деятельности, какие-то приборы, которыми измеряют экстрасенсорные способности. Но тем не менее, если посмотреть, покопаться, там в конце концов будет везде выход на сверхъестественные сущности. Вот что-то есть нематериальное в нашем мире. И вот оно управляет всем. И вот некоторые люди могут передвигать предметы, например. Вот пример из Ульяновска тоже. Меня обожаю этот прибор. Он мне в ленте несколько раз попадался. Как говорится, нужно быть переборщимым в друзьях, потому что после друзья, ты это смотришь, это хилинг, какая-то такая процедура. Это йога-практики. Хилинг, наверное, это оздоровление. Хилл это лечить. Мне плевать на эти вещи, на самом деле, обычно. Но у меня зацепился. Квантовая физика, квантовая теория. Я сразу представил, что сидят йоги и читают учебник по квантовой физике. То есть последнее достижение после этого используют. Не знаю, как. Здесь интересно то, что здесь используются наукоемкие слова. Казалось бы, эзотерические абсолютно практики. Но говорите своим языком. Аура, карма. Вроде кармы ученые не забивали за собой термин. Нет, вот надо частота мозга, какие-то герсы. То есть это все, на самом деле, наверное, можно помирить. Взять прибор какой-то и показать, есть там какая-то тета-частота, которая излечивает или нет. Ну вот. Да, на семинар по тету-хилингу один раз я проводил свою лекцию параллельно с ребятами. Пришло в два раза больше людей, чем на мою лекцию. Причем у меня лекция была бесплатная, а там платили деньги. Причем сколько стоит? 16 тысяч. 16 тысяч, да? Прекрасно. Прекрасно. Мы ни чем-то не тем занимаемся, мне кажется. Ну, конкретно, отдельный пример, это классика жанра уже. Нестареющая классика, 10 лет уже фильмов. Великая тайна воды или просто вода. Вот аннотацию я прочитаю, извините, это просто прекрасно. Современные ученые выдвигают гипотезу, что вода обладает памятью. Открыто ее четвертое состояние, информационное. Вода способна воспринимать, сохранять и передавать информацию, даже такую тонкую, как человеческая мысль, эмоция, слово. Никакое краткое описание этого не объяснит, фильм нужно смотреть. Ссылка у меня есть, я могу, на ютубе он выложен, посмотрите обязательно. Ну, слышали? Вода запоминает эмоции, вода запоминает гнев, агрессию и так далее. Прекрасно. То есть это на первом канале шло, после этого появилась статья в Википедии с критикой фильма, что это такая псевдонаучная лабуда. Тем не менее, 10 лет прошло, информация, просто оно не то, что разошлось по всей России, так оно еще по нарастающей. Рассказывают там, как люди, как замораживают воду, чтобы там им какие-то снять напряжения, какое-то эмоциональное в воде. Мне вот на слайде нравится больше всего... Да, здесь показаны замерзшие снежинки, и вот им наговаривают разные слова. Вот там... А, фотографии дельфина где-то там показывают, вот это мне больше всего понравилось. В воде показали дельфина, они знакомы, видимо. Дельфин и вода, и вода обрадовалась, и красивую снежинку сложилась. Вот здесь есть покрупнее, вот да, до молитвы, после молитвы, слово любовь, хэви метал. Вот, да, хэви метал, это было прекрасно. То есть, вода, либо вода знает все языки мира, либо она действительно такая, ну, чувствительная к эмоциям. Ну, да. Один из ключевых доводов тех ученых в том, что вот есть академическая наука, и она не занимается просто какими-то вещами, ей это неинтересно. Водой занимается наука. В 2014 году вышла статья «Успехи физических наук», самый крупнейший журнал, наверное, в России по физике, самый авторитетный. В статье, сейчас скажу, 187 ссылок на разные работы, которые проводились учеными по определению разных свойств воды и способностей воды к разным каким-то эффектам. И резюме вынесено вот в аннотацию, вот можно почитать. Гипотеза о том, что вода обладает памятью о прошлых механических магнитных и электромагнитных воздействиях или растворяемых в ней веществах, не подтверждается в эксперименте. Ссылка на статью «Вод». Посмотрите, то есть ученые изучают воду и ищут там какие-то разные эффекты и прочее, прочее. Вот здесь еще посмотрите, очень интересная статья. Кроме того, ученые изучали астрологию, проводились колоссальные статистические исследования, десятки тысяч людей, просматривали биографию, смотрели, есть ли какая-то связь, даже не связь, а корреляция хотя бы, там, знака зодиака и успешности по жизни, ну, к сожалению, ничего. Изучались парапсихологические способности. В Советском Союзе очень экстрасенсорикой занимались, и люди реально приходили, там, говорили, вот, я, кажется, там могу предмет двигать или что-то, их там изучали. Ну, там и психиатры работали, но и в том числе и физики, и химики. Вообще, слово «тайна» — это слово притягательное и активно используется, я вот это говорю к тому, что вот, если где-то читаете какую-то новость или заголовок или фильм «тайны» чего-то, ну, сразу насторожитесь. Нехорошее слово. Но тайны есть. Тайны есть у воды, у смерти, у аномальных явлений, у пирамид есть тайны, даже у плесени есть тайны какие-то. Ну, а уж Никола Тесла, он просто генератор тайн. В любом книжном магазине полка с книгами о Николе Тесла больше, чем со всей научно-популярной литературой, наверное. Вот. Если тайны у науки, да, у науки есть неразгаданные какие-то задачи, нерешенные проблемы, зайдите в Википедию, вот ссылочка внизу, посмотрите, там перечень разных дисциплин, в которых накопились какие-то нерешимые вопросы. Любой ученый, который в конкретной области начинает свой путь научный, узнакомится с какими-то из этих задач, и, ну, может быть, кому-то и удается решить даже какие-то глобальные проблемы в какой-то отдельно взятой науке. Причем проблемность – это вообще особенность науки. В науке всегда есть какие-то проблемы. Ты решил какую-то проблему, у тебя появилось три новых проблемы, их тоже надо решать. Ну, это, с одной стороны, пессимистично, но без этого наука никуда не прекратила бы движение. Есть ли проблемы у каких-нибудь тренеров по йоге? Вот скажет вам человек, что вот, понимаете, вот есть проблемы, которые я не могу решить. Вот я вот пытаюсь, работаю с энергиями, и вот никак. Видимо, я вот таких людей не встречал, самокритично. Что же такое наука? Ну, наука – это, конечно, научный метод. Научная методология формировалась, вот для меня доклад был, длительное время эволюция сознания, цивилизационно происходило, инструменты научного поиска, то есть приборы усложнялись, теоретические составляющие, философия, логика. Современный научный метод, он прошел, там, столетия эволюции. Нельзя схему написать для каждого научного открытия, которое происходит. Ну, общая обобщенная схема здесь есть, ну, все в общем знакомы, да, есть сбор какой-то эмпирической информации, дальше анализ, систематизация, выдвижение каких-то гипотез, потом проверка этих гипотез на опыте, там, новые эксперименты. Это, в конце концов, какой-то закон научный мы можем сформулировать. Конечно, эта схема работает по-разному, то есть какие-то дополнения, изменения. Не всегда мы можем эксперименты ставить в науке, не всегда. Наши гипотезы часто ошибочны, выводы мы можем делать неправильные. Вообще, может ли наука ошибаться? Наука ошибается постоянно. Если посмотреть историю развития какой-то науки, какой-то научной проблемы, это непрерывная история ошибок и заблуждений. Но главное в науке, это то, что в науке есть механизм корректировки, исправления ошибок и движения вперед. То есть, и благодаря этому наука дает нам достоверные знания. Ну, не самые, не идеально достоверные, но самые достоверные из всего того, что у нас есть. Есть и критерии научности. Ну вот, они очень интересны, я не буду сейчас подробно рассказывать. Но вот нам, как обывателю, критерии научности не будут ничего говорить. К сожалению, если вы, конечно, не эксперт в какой-то области, вот вы столкнулись с какой-то новостью в интернете, в СМИ, в газете, в фильме, эти критерии вам бесполезны, потому что вы не знаете, проверялась ли на опыте концепция, которую автор говорит, или нет. Ну, там об этом обычно не говорят. Или скажут, что проверялась, а где подтверждение. Что нужно делать, если вы сделали научное открытие? Ну, вот открыли планету, купили телескоп, увидели новую планету. Откопали у себя в огороде там кости динозавра. Ну, открытие. Или там математикой увлекаетесь, и математически как-то что-то вывели. Что делать дальше? Публиковать. Публиковать. Где публиковать? Вопросы. Ну, рассказать маме, например, можно. Можно в интернете, вконтакте. Заметку я сделал открытие. В современной науке общее место всей науки – это публикация результатов научных исследований в рецензируемых изданиях, то есть в серьезных научных изданиях. Если ты сделал открытие по физике, публикуйся в серьезном журнале по физике. Вот. Зачем? Да, я скажу, зачем. Значит, и вот вообще говоря, вот такая научная открытость, что ты обязан показать миру результат своих действий, сложилась не всегда, сложилась не сразу. Ну, первый научный журнал, так более-менее научный, появился вот в 17 веке, журналь «Де Саван» французский, следом за ним записки британского научного сообщества, не помню, в каком году вышли. Сейчас вообще это общее место. Вот два, две обложки двух самых, так называемых, гламурных научных журналов, самых распиаренных, не самых лучших в целом, но самых известных, скажем так. Вот. Где? Ну, это очень круто, если вы там опубликуетесь. Но там публикуют самые такие, ну, крутые, на взгляд, редакции вещи. А вот вообще, в этом смысле интересна цитата из Александра Македонского, когда он писал письмо своему учителю Аристотелю, сохранилось, дошло до наших дней, это письмо. Александр Аристотелю желает благополучия. Ты поступил неправильно, разгласив учения, предназначенные для чисто устного изложения. Чем же еще мы будем отличаться от остальных людей, если те же учения, на которых мы были воспитаны, станут общим достоянием? Я хотел бы иметь превосходство над другими, не так могуществом, как знанием о высших предметах. Будь здоров. То есть, сейчас в науке признано, что наука – это открытая область знаний. То есть, любой человек может узнать, а что же там наоткрывали, и самое главное, как сделали какое-то новое открытие. Раньше считалось по-другому, что есть знания для посвященных, а для всех остальных, ну, есть какие-то другие знания. И это главный момент, которому я веду, как вообще отличить псевдонауку от науки, сейчас запаситесь терпением. Зачем нужно публиковаться? Ну, во-первых, чтобы застолбить приоритет. Наука – это очень конкурентная среда. Если ты работаешь на передовой научной мысли, работаешь с какой-то животрепещущей научной проблемой, ну, вот там экзопланету какую-то новую, вот только стала информацией поступать со спутника, все надо срочно обрабатывать какую-то информацию, выводы какие-то делать. Не успел ты, пару недель уже опубликовали другие. Другая группа работает с теми же данными. Все, ты приоритет потерял. Ну, обидно. Ты работал, а ссылаться будут уже на других людей. И все лавры достанутся им. Вторая важнейшая мысль. Чтобы независимые эксперты могли перепроверить вашу информацию. То есть ты публикуешься, это смотрят, вдруг какая-то ошибка. Ну, все мы люди, и ученые ошибаются, и бывают глупые ошибки в науке, тоже случаются. Таким образом, схема публикации должна выглядеть примерно так. То есть получение результата, отправление в редакцию профильного какого-то научного журнала. Дальше полученный материал отдают на рецензирование какому-то эксперту. Редактор не обязан разбираться в газете, в журнале научном во всех областях науки. Он отдает специалисту в данной области. Специалист пишет свою рецензию. То есть такое рецензирование. Причем бывает рецензирование анонимное. Не говорят, чью работу тебе прислали, и автору не говорят, кто рецензировал. Ну, чтобы каких-то там хулуарных не было договоренностей. Дальше идет публикация. Все, опубликовалось в научном журнале, работа вышла в свет. После этого самые резонансные, самые значимые открытия попадают в СМИ. И мы уже узнаем об этих открытиях из СМИ. Соответственно, имеет ли новость под собой научную подоплеку, узнать не так уж и сложно. Если вы не поленитесь посмотреть, поискать в интернете, на какой источник ссылается данное средство массовой информации. Хорошие газеты, хорошие какие-то передачи, но ссылается. Ну, это какой-то ученый. То есть говорить просто, там, британские ученые доказали, без указания, там, что за британские ученые, ну, сразу тревожный звоночек. Как публикуется псевдонаука? Псевдонаука публикуется вот так. Вот, соответственно, если вы попытаетесь, ну, про ту же воду, что вот если я буду читать рэп над водой, и снежинки будут одной формы, а если я буду читать молитву, то снежинки другой, найти подтверждение этому, ну, хотя бы в научно-популярных каких-то изданиях, может постичь неудача. Скорее всего, вы найдете только ссылку на сайт автора этой же публикации. Вот, так, кстати, вот я такие вещи делал, действительно, там, либо, вот, книги пишут все, кому не лень, иногда у этих людей есть сайты, иногда даже сайтов нет, и кроме магазина, где книжку купить, можно, больше нигде не найдешь ссылок на работу. Вот, ну, здесь, конечно, камень в огород СМИ. И, к сожалению, средства массовой информации подчас не заинтересованы в проверке фактов, факт-чекинга, так называемом. Важнее сенсация. Вот. Ну, так сложилось, не знаю, ну, с этим, наверное, когда-нибудь поборят это явление, ну, вот пока вот так. Соответственно, главный критерий для обывателя, как отличить всех наук от науки, публикация, есть ли публикация в серьезном издании или нет. Это не исчерпывающий критерий, то есть, ну, бывает какое-то открытие, ну, не можете найти ссылку, такое бывает. Есть и другие критерии, ну, можно на них посмотреть. Отсутствие конкретики. Если вы читаете какую-то научно-популярную книгу, вот там по существу, вот конкретные, вот если рядом положите учебник какой-то по физике, например, там вот все четко, конкретно, сжато, компактно, конкретные понятия. Здесь же вот термин в таком значении используется, в другом потом в значении. Вот биополе. Все слышали, что есть биополе? Все слышали? Ну, слышали, конечно, вот. Что это за биополе? Каким прибором регистрируется биополе? Как устроен этот прибор? Ну, вот есть электромагнитные поля человека. Ну, вот это они или нет? То есть, вы не прочитаете на сайте каких-нибудь там экстрасенсов, вот конкретику. Тоже вот, ну, такой звоночек. Низкая культура работы с источниками. То есть, в научно-популярных даже книгах обязательно ссылка на те идеи, концепции, которые вы используете. В псевдонаучных книгах, ну, вот, да, там, посылаться может Задорнов на Мулдашева, Мулдашев на Задорнова. Вот, и все. Ну, Мулдашев ездил в Тибет и сделал открытие. Но это не ссылка на источник. У меня тоже кто-то знакомый ездили в Тибет, ну, не знаю. Вот. В псевдонаучных изданиях не будет ссылок вообще. Либо ссылки будут на какие-то популярные, на сайты. Либо ссылки на источники, ну, столетней давности. Вот когда критикуют теорию Дарвина, хотя такой теории уже нет очень давно, но тем не менее, вот ее критикуют. Ссылается, что вот сто лет назад вот такие-то были вот факты, противоречившие Дарвинской теории, там, естественного отбора. И пятьдесят лет назад кто-то сказал вот это, а кто-то сказал вот то. Ну, ё-моё, на биологии развивается там, в год выходят там десятки тысяч статей. Неужели за сто лет ничего не изменилось? Даже если когда-то действительно были какие-то проблемы. Либо ссылки идут только на русскоязычные источники. Но, к сожалению, современная наука это, или, к счастью, не знаю, международное явление. И Россия занимает там далеко не лидирующие позиции. И вклад в мировую науку у нас очень маленький. Поэтому, ну, в самых передовых областях науки все-таки, как правило, ссылки присутствуют на англоязычные издания, статьи. Ну, вот все слышали о том, что постоянно находят каких-то гигантов, гигантские скелеты. И сразу же некоторые люди делают выводы. Я узнал его. Это гипербореец или это представитель Атлантиды. Атлант. Но он же большой Атлант. Попробуйте найти ссылку в какой-нибудь музее археологии или где-то на конкретную находку. Любой археолог, когда находит кусочек там ногти какого-нибудь там древнего человека, это все сразу записывается. Сразу описываются условия, в которых это найдено. Какой состав почвы там был. Где это? Какая влажность и так далее. Не знаю. И вот описание этих явлений я не находил в интернете. Следующий критерий. Повышенная эмоциональность. Но это, конечно, не к книгам, в первую очередь, к выступлениям публичным, когда ругают Дарвина, когда Эйнштейна ругают. В книгах могут быть такие слова. Эти ученые, вот они не знают. Такой бытовой сленг вообще эмоционально. То есть, запомните, когда кто-то эмоционально что-то рассказывает, вам хотят отключить рациональные области в голове, и чтобы на эмоциях вы все там слушали и кивали. Политики это прекрасно знают. Ораторы, мастера ораторского искусства, это все, конечно же... Так, стоп. Фундаментальность проблем. Значит, здесь вот многие отмечают такой интересный факт. Есть специфические области науки. Ну, например, внутриклеточная структура, атмосфера далеких планет, электрические свойства полупроводников, узкие области знания. И никогда не встречаешь человека, который вот за досужим разговором на кухне, за кружкой чая говорил бы, вот я считаю, что вот на Юпитере метана вот не столько, сколько было, считали раньше. Вот нет. Да, вот такого не встречу. Но когда речь заходит о рождении, эволюции Вселенной, о рождении человека, происхождении жизни, эволюции жизни, все эксперты сразу. У каждого человека свое мнение. Что? Человек произошел от обезьяны. Да ладно. То есть вот... И любой псевдоученый, он не берется за электрические свойства полупроводников. Ему почему-то это не интересно. Ему интересно опровергать глобальные какие-то проблемы. Это вот моя фотография. Я зашел в книжный магазин, и на полке научно-популярной литературы видел замечательные книги. Я их не читал, но мне интересно. Вот гражданин, который их написал, одинаково хорошо разбирается и в теории относительности, и в теории эволюции. Хотя вот даже великий Стивен Хокинг признавался, что не все он в теории относительности понимает, а вот господин Баландин понимает. Ну, все, что я мог сделать для этого человека, это взять эти книги, отложить в раздел с эзотерикой. Не знаю, их, наверное, потом переложили обратно. То есть глобально, причем, если человек пишет о теории относительности, он, наверное, должен быть действующим специалистом. Посмотрите, зайдите в Википедию. У крупных популяризаторов есть даже отдельная страница Википедии, что действительно человек биолог, биолог-эволюционист, занимается какими-то своими областями знаний. Но тем не менее. Обложка не главный критерий, отличие в теории в научной литературе. Вот, пожалуйста, замечательнейшая научно-популярная книга. Всем рекомендую. Просто отвал башки. А обложка такая, ну вот насекомые на службе Третьего рейха. У меня вот сразу ассоциации. Ну вот, это уже не к автору, наверное, претензии, а к людям, которые сдают литературу. Следующий критерий. Противопоставление себя и официальной науке. Это, опять же, в тексте увидели. Вот есть академическая наука, а есть честные исследователи, которые не закрывают глаза на какие-то проблемы. Вот академическая наука скрывает, что она не знает, кто строил пирамиды. Но есть ученые, которые, несмотря ни на что, пролезают, смотрят, и действительно, ведь там какие-то тайны таят. Увидели это в тексте статей каких-то, ну все, сразу это признак тревожный. Нет никакой официальной и неофициальной науки. Есть наука, есть там, ну все остальное. Бывает такое, что какого-то ученого не поняли. Конечно, бывает. Бывает, что чьи-то идеи, ну, слишком прогрессивны, чтобы их сразу понять. Ну, это ничего не поделаешь. Механизм методологии науки такой, он жесткий. Люди кончают самоубийством из-за того, что их теория не признана. Вот Больсман, например, его там довели до самоубийства. А сейчас вот вся физика, физика Больсмана. Ну, что поделаешь? Ну, это не значит, что мы должны каждой чепухе верить, согласитесь. Ах, так, в галерее страдало, и мы тоже страдаем, пишут Ами. Естественно, сразу же выход на заговор ученых, заговор политиков. Крутят руки просто людям и не дают им делать свои открытия. Замечательный способ повысить интерес к чему-либо, это сказать, что это что-то запретное. Вы сейчас увидите запрещенную какую-то картину. Вот фильм «Дом», наверное, все слышали, может быть, смотрели. Это запрещенный, оказывается, фильм в 30-ти скольких-то там странах, он запрещен. Вот, да, а ссылка на YouTube у меня где-то была. Запретили, странно, на YouTube зато все можно посмотреть. Ну, странно. Так, оп, извиняюсь. Вот. Странно, что ученым, вот этим не ученым, этим товарищам запрещают, допустим, изучать НЛО, ну, выкупить рабочее время телескопа, построить спутник, ну, в конце концов, ну, там, ну, 2 миллиарда долларов. Скиньтесь, запустите спутник к Луне и посмотрите, какие там ходят инопланетяне или не ходят. Это все им запрещают делать, а выступать по телевидению им не запрещает почему-то. Странный заговор. Странный заговор против ищущих прав. Ну, в итоге, то есть, вот, что можно резумировать про то, что я сказал. Так, сейчас, секунду. Что можно резумировать? Любой научный факт, с которым вы столкнулись, обязательно под собой имеет ссылку на первоисточник. Кто добыл этот факт? Где оригинальная статья? Почему мы должны верить тому, что здесь было заявлено? Псевдонаучные факты, конечно же, ну, не могут похвастаться такими вот ссылками. Ну, на это обращайте внимание, если вам кто-то забежал и с радостью говорит, что вот нас шли инопланетяны или Нибиру какая-нибудь планета на нас летит. Ну, а где, кто, какие астрономы это увидели? Что почитать? Про псевдонауку, к сожалению, такого исчерпывающего труда, последовательного, систематизированного нет, но есть замечательные книги, несколько книг. Джонатан Смит, псевдонаука про нормальные явления, изучает различные псевдонаучные концепции и как вообще к этому относиться. То есть, какие разные... Ну, вообще, очень интересно. Это клинический психиатр, он знает, о чем говорит. Карл Саган, сегодня книги его разыгрывали, замечательная книга, тоже про псевдонауку, тоже про общественное мнение, как вообще формируется общественное мнение в отношении вот этих вопросов, очень интересно. И «Обман в науке» книга замечательного врача, британского, по-моему, Галдакра, он пишет именно, в первую очередь, про медицинский обман, про псевдонауку в медицине, тоже очень интересно. Вот, и обязательно посмотрите, вообще, все, что я сказал, это относится не только, к сожалению, к науке. Вы можете не интересоваться наукой, но вы все время переступаете грань достоверности, когда читаете информацию. Например, политические новости. Вот я постоянно сталкиваюсь с этим, когда какой-нибудь ученый, замечательный человек, прочитал новость, все, и вот-вот проклятые чиновники, жулики и так далее. Но потом говорят, что это фейк был вообще, говорят. Здесь почему-то отключается профессионализм, люди верят всему, что они читают. И вот, замечательная заметка, как читать новости, о, извиняюсь, на Тимченко, посмотрите, я потом ссылку кому надо скину. По пунктам, бывший главный редактор Ленты.ру рассказывает о том, как правильно относиться к новостям, как их правильно оценивать. Ну и заключение цитата замечательного ученого-популяризатора Ричарда Фейнмана. Главный принцип — это не дурачить себя, и я вам всем искренне это желаю, не дурачьте себя. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.